Убедительно можно играть в любом темпе. Значит, что? Отдельно левая рука. Это понятно. Да, вот ставим ноты, работаем по нотам, несмотря на то, что человек знает наизусть уже каждую ноту, но работать надо по нотам. Сматриваемся в текст. Можно, после работы над нотами, по нотам можно выключать свет для того, чтобы тактильно более чутко ощущать инструмент, да? Ну вот сейчас по нотам. Пожалуйста, не быстро. Со всеми фразировочными намерениями, вне фразировки мы не занимаемся, да? С верхушечки, пожалуйста, слой. Да, песочек. Обходи доли, обходи, фразируй. Пальчики убирай хорошо. Да, и так далее. То есть вот, допустим, сели, на второй странице меняется фактура, там будет иначе. Да, в правой руке, как вы успели услышать, здесь есть двойные ноты, которые надо просто сыграть для начала, да? Для того, чтобы сыграть двойные ноты, первое, что надо выбрать, это аппликатуру. Кому-то на секс удобен третий пятый, кому-то удобен второй пятый. Это все выбирается исключительно опытным путем. Сам Машковский здесь аппликатуру и не дает. Он дает свободу выбора, чтобы это было сыграть. Возможно. Здесь он дает обращать ту аппликатуру, которую мы, ну, в смысле, мы выбираем ту аппликатуру, которая, конечно, она аварийная, но другого выхода нет. Например, пятые пальцы на черных клавишах. Вот, но надо приспособиться и как-то сыграть. Да, поиграй это местечко. В этой фактуре, например, первый палец должен снять свое место, поэтому тот самый пунктир, который мы все любим, с остановочкой разочек сыграть и зафиксировать, где первый палец находится, чтобы потом встраивать его вовремя. А когда мы говорим о двойных нотах, ну, все зависит от руки. У Полины пальчики длинные, она может играть удобно уложено. У меня рука чуть-чуть, она шире, но она меньше по высоте. Я вынуждена вздыпить кисть, но стоечка, она здесь как раз удобна именно для того, чтобы озвучить верх. Видите, все высоко, по-другому не сыграть. Потом отдыхаем. Опять тоже на примере этой страницы мы совершенно четко определяем зону напряжения, зону расслабления. Говорить о том, что мы играем без напряжения, это глупо. Мышцы напрягаются в любом случае. Просто понимать, где грамотно, как грамотно чередовать напряжение и расслабление, чтобы не отвалились руки. Это 8 страниц, но стопом играется материал. Дальше на второй странице меняется фактура. Она достаточно крупнопедальная. Педаль не прописана, эпизодически прописана, но она здесь присутствует в достаточно крупном объеме. Для того, чтобы была корректно сыграна гармония, первое мое требование – работа без педали. Да, вот, пожалуйста, сибирь, мажор. Хорошо. Хорошо. Совершенно очевидно проглядывается голос, и мы просим ребенка, подобрав ему аппликатуру, помогая ему в этом, сам не подберет пока еще по неопытности. Где-то, а чтобы подобрать аппликатуру, надо играть самому на втором рояле опытным путем. И не бояться мазнуть, и не бояться ошибиться, и вообще, мне Скороходова говорила, ну, ты если боишься давать новые пьесы, уходи из профессии. То есть, если как только боишься давать что-то новое, ну, значит, значит, не давай новое. Надо проходить вместе с ними, тоже вот с Полиной мы это проходим. Нет, ну, не с тобой первое. Когда-то я тоже давала это первый раз, и тоже подбирала аппликатуру, и тоже попадала, не попадала в ноты, путала альтерацию. Это такой нормальный, живой, здоровый процесс. Вот. Вот сыграя, пожалуйста, средний голос, который прячется, значит, преимущественно между первыми и вторыми пальцами. Я аккуратно передавая из руки в руку. Еще. Вот он проглядывается. Фразировка не выписана, но совершенно очевидно, что она такая. Мы приходим к третьей туле и отпускаем к первой. То есть, есть вещи, которые не всегда редактируются, есть вещи, которые мы понимаем совершенно всем своим существом, как фразировать. Ну, теперь как написано. И назад. Да. А когда мы играем с педалью, это же самый пассаж, мы вычищаем на конце пассажа, чтобы была ясно договорена фактура, чтобы не было каши во рту. Вот сыграй, пожалуйста, с педалью. Чтобы было ясно, да? Вот. Дальше тоже очень сложный альтерационный момент. Их два в нашем этюде. Вот тоже можно без педалей поиграть. Когда чередуется в каждой доле новая гармония, мы должны вычищать знаки, мы должны вычищать аппликатуру, чтобы это было удобно, чтобы это было просто чисто для начала, да? Давай, медленно. Передавай. Разрешение. Тише начни. Медленно назад. Вот так. Ну, как вы слышите, очень развитой гармонический материал. Это достаточно непросто. У кого-то ложится это на память сразу. Я трижды проходила этот этюд наизусть не учит сразу никто. Нужно время, чтобы это просто уложить. Вот. Значит, потом повторяется рефрен. Все это тоже можно учить без педали. Можно учить с педалью, да? Обязательно дослеживая взаимодействие рук. То есть не красоты ради, а ради того, чтобы мы естественно и гармонично передавали материал из одной руки в другую, да? Так. Ну, собственно говоря, здесь есть повторяющиеся вещи. Сыграй последнее окончание. Да, вот отсюда. Есть тоже вопрос выбора аппликаторы. Например, подобного рода вещей. Завороты с первого на второго не стоит этого бояться. Это очень удобно, естественно. То есть здесь это тоже не было прописано. Тоже дает на откуп. Выбирайте, ребята, как хотите. Кто-то играет второй, первый. Не очень представляю, как это можно сыграть. Неудобно, совсем неудобно. Вот через оборот наиболее удобно. Вот как понять, какую аппликатуру дать ребенка, если ты сам мне не попробовал? Ну, это невозможно. Вот. Левая рука тоже здесь, да? Надо будет ее тоже досмотреть немножечко. Еще раз вот этот рефренчик без педали играет двумя руками. Стоп. Вот она зона отдыха. Отдохнула. Левая дает восьмую. Дальше. Ничего. Дальше. Спасибо. Сложное место. Как выучить? Позиционно, двумя руками. Поехали. И наизусть так же позиционно. Ну, вне понимания того, какие там интервалы чистые тритоны, это выучить невозможно. То есть это опять возвращаясь к вопросу о теоретической базе ребенка. Важно знать, что мы идем по тритонам. И играть это обязательно позиционно. Тогда это очень быстро, практически мгновенно играется наизусть. То есть наиболее благоприятная аппликатура для тритона в правой и левой руке. В правой руке си бемоль мин бемоль, например. Да, второй, пятый. Белая, черная, белая. Белая, черная, первый, четвертый. В левой, соответственно, на пород зеркальном отражении. Другой аппликатурой мы тритоны не играем. Тогда это можно сыграть удобно и ловко. Сыграй, пожалуйста. Тогда это можно удобно уложить. И достаточно крупное завершение. Вы заметили переложение из руки в руку. Первое, что надо сделать, и ребенку объяснить, что все это составляет линию. А для того, чтобы это понять, надо сыграть это одной рукой. Вот оно все. Одна линия. Что мы наблюдаем? Соль мажор в правой, фа дес в левой. Все, выучили. Да? Сыграй, пожалуйста. Ну, а запись страшная. Просто тут очень страшно выглядит. А реально это просто фа дес мажор в левой руке, соль мажор в правой руке. Опять-таки, к слову, о теоретическом оснащении ребенка надо знать тональности и в них ориентироваться. И тогда любой самый страшный текст будет вполне, так сказать, осуществимый и играемый, без ужаса, без испугок. Хотя, когда Полина первый раз получила ноту, она слегка, по-моему, испугалась. Да, Поленечка? Было дело. Страшновато. Если кому интересно, можете взглянуть в ноты. Так, ты готова играть второе произведение? Да, Петра, опусти, пожалуйста. Так, второе произвучит сочинение Петра Петровича Чайковского. Масленица из цикла «Времена года». Масленица из цикла «Времена года» 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 Масленица из цикла «Времена года»